Совершить путешествие в минувшие столетия, увидеть всех животных в одном месте или совершить уникальное открытие. Все это можно сделать благодаря работе Ненецкого краеведческого музея. Чем еще нас удивит музей, узнаем сегодня в программе актуальное интервью. У нас в гостях директор Ненецкого краеведческого музея Ольга Пахомова. Ольга Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Вы к должности поступили четыре месяца назад, но что уже было сделано за эти месяца? Расскажите, пожалуйста, какие-то самые интересные моменты, выставки, экспозиции? Ну, конечно, мы продолжили тот план работы, который был утвержден на 2016 год, поэтому все мы сделали сто процентов, все выполнили. Ну и помимо этого у нас есть ряд некоторых новых открытий, которые нам удалось вместе с коллегами, с нашими воплотить в жизнь. Ну, что я могу сказать? Во-первых, это моя деятельность началась с нового учебного года, с началом учебного года. Это было 29 августа, можно сказать, перед первым сентября. И поэтому первое мероприятие, которое у нас такое состоялось на базе нашего музея, это был круглый стол с приглашением и Департамента образования, культуры и спорта нашего округа и Народного фронта, общественной организации. Речь там шла о краеведении, об образовании, о детях, которые изучают региональный компонент, наш край, предмет. И были также учителя краеведения со всех школ нашего города и приближающих поселков. Были также представители из центра развития образования. Мы говорили, первое, что, конечно же, как учитель краеведения, которая преподавала в школе, понимаю, насколько это все сложно, потому что нет определенных и программ, нет определенных и учебных пособий для учителя, для педагога, который дает очень важный предмет в школе. Первое, конечно же, мы сделали с нашими коллегами, заключили договора со школами, а для учителей, которые преподают предмет «Наш край», именно вот эти классы, изучающие, на бесплатной основе давать экскурсионное обслуживание этим классам. Это был такой, наверное, самый-самый первый шаг. Что удалось еще сделать? Ну, это, конечно же, мы понимаем нашу государственную общую задачу. Задача нашего государства — это популяризация исторического, природного и культурного наследия нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что говорить о любви к родине надо, прежде всего, самим давая какие-то знания, понятия. То есть если ты не будешь знать историю своей семьи, историю своего родного уголочка, ты никогда не будешь тебя не заставить полюбить. Ты можешь сказать, что да, я люблю, потому что это так модно, это так нужно, да? Но внутренне ты будешь легок к изменениям своей вот этой любви. Поэтому, а если человек прочувствовал, знает историю, знает, какой ценой далась эта победа, то есть он будет понимать и видеть, и чувствовать это, никогда он свою родину не предаст. Поэтому мы продолжаем работать очень активно с нашими учениками. Мы понимаем, что это подрастающее поколение, вот, что задача Кровического музея состоит в том числе, кроме главной функции хранения истории памяти, и это, конечно же, и воспитание подрастающего поколения. Это некоторая такая популяризация вот этих всех знаний, да? Поэтому у нас созданы образовательные новые курсы. В этом году мы для... у нас есть АВКа, наш любимый образовательный курс, который приходят дети дошколята, дошкольники 4-5 лет, в этом году 3-4 котика. То есть у нас два таких уже, такие программы. У нас еще есть новые образовательные программы, которые уже открылись, вот буквально недавно. Это для школьников, для регионального отделения российского движения школьников открылся новый курс такой «Создаем домашний музей». То есть мы хотим, чтобы дети... Это и преемственность поколений, прежде всего, уважение к своим бабушкам, дедушкам, семье, традициям, да, это опять-таки вовлечение детей. Мы взяли под свою опеку вначале, как бы экспериментальный такой, вот для как раз детей активных, которые нас не подведут, потому что вы сами, наверное, прекрасно понимаете, что мы-то будем готовы отдать все, и чтобы ребенок вот в этот момент не ушел, потому что будет очень жалко этих трудов. А это чтобы в каждой семье образовался какой-то такой уголочек. Это могут быть и витринки, это может быть и семейный альбом, потому что сейчас мы немножко отошли уже от этой традиции собирать фотографии, оформлять их, да. Это, может быть, какие-то коллекции выставлены семейные, ну и, конечно же, фамильный герб, да, то есть это изучать нужно свою семью, чем занималась предки, да, чем занимались, может быть, какие-то династии определенные здесь найдутся. Вот, и для того, чтобы это все оформить, мы будем привлекать сюда и плотников, и столяров, и, в общем-то, всех, наверное, направлений, деятельности, которые у нас здесь есть. А когда она будет работать, и вот кто может поступить на эту образовательную программу? У нас пока, как я вот сказала, это у нас такая экспериментальная площадка только для детей российского движения школьников-активистов. Это у нас площадки, это первая, четвертая школа, ну вот и поселок Красная, да, школы. Мы посмотрим, как первое вот это полугодие до конца учебного года, как это у нас пойдет, потому что мы сами здесь, как бы первопроходцы, и нам бы хотелось, чтобы все получилось. Дети, конечно, будут и архив ходить, потому что изучать, и даже сделать этот герб, чтобы его эскиз нарисовать и так далее, а потом уже это все воплотить как бы на фанере там или на чем-то еще. Это нужно изучить пока историю, чтобы это все правильно сделать. Вот. Ну, и если это все пойдет хорошо, то с первого сентября мы уже откроем для всех желающих этот курс. Ну, это уже будет такая чисто символическая какая-то, стоимость, потому что понимаете, что затраты на все остальное это будут достаточно большие. Мы не, бюджетное учреждение, мы не можем так, в общем-то, это сделать. А с какого возраста туда может ребенок? Ну, вообще, у нас курс рассчитан на детей с пятого класса. Пятый, восьмой класс. Сейчас мы взяли старшеклассников, хотим на них посмотреть. Ну, пусть это будет выставку. Мы планируем на день музеев по 17 мая, когда будет. Может быть, что-то они уже выставят, какие-то коллекции, даже буклеты о своем папе, которые, это же тоже какая-то популяризация армии, например, да, 23 февраля, сделать такой буклет, все узнать у папы, и пусть это в семейном альбоме, вот это хранится, вся история. Это очень здорово. Вот один из таких курсов. Помимо этого, конечно, мы работаем со школьниками еще и в каком направлении. Во-первых, у нас очень много действительно образовательных курсов. Школа юного краеведа бесплатно работает. Сегодня очень большие, хорошие мероприятия проводит Наталья Ивановна Хромцова, у нас заведующая этим отделом музейной педагогики и экскурсии. Мы разрабатываем новые экскурсии для жителей нашего округа, потому что задача не только подрастающее поколение воспитывать, но и, в принципе, чтобы жители нашего города, округа знали, где они живут, то есть знакомились с историей. Поэтому у нас уже были в декабре организованы ко Дню Героев, организованы автобусные экскурсии. Нам наши партнеры помогли с автобусами, потому что, собственно, транспорта у Ненинского краеведческого нет, нет музея. Вот, нам дали транспорт, школьные автобусы, и дали Центр энергетического туризма, нам помог автобус для взрослого населения. Именно такие семейные экскурсии, это как бы организация и семейного отдыха, выходные дни. И мы такие экскурсии сделали. У нас достаточно много было людей, желающих бесплатно. Мы все это понимаем, что то, что мы экспериментируем и даем, это пока все на бесплатной основе, потому что мы сами смотрим. В дальнейшем нам будут только затраты, мы берем только на то, что это будут какие-то технические затраты, связанные с бензином и так далее. Но эти экскурсии мы, значит, с музеем по городу называется такой проект. Это когда мы каким-то определенным памятным датам, в общем-то, экскурсию подводим. Плюс сейчас мы планируем в данном области немножко развиться, то есть уже брать с микрорайонов. Микрорайон, например, Сахалин, микрорайон, новый поселок, там еще автобусы уже, чтобы оттуда отходили, то есть начало экскурсии было с тех микрорайонов. Ну и, конечно же, объявления мы нашим горожанам будем также давать. Пусть больше на наш сайт музея, Нинский Кровический музей, выходит там вся информация у нас всегда и сегодня что, и завтра что будет, и ближайшие мероприятия, месяц. Сейчас уже висит план мероприятия на полгода, на первое полугодие. Вот такие. Ну и, наверное, такая одна из более таких ярких, это то, что, во-первых, мы учимся, у нас приобретение такой комплексной автоматизированной программы КАМИС, называется она. Это когда мы автоматизируем наши фонды музея, уже такой на автоматизационной системе. Мы проучили, удалось вот в октябре как раз проучить наших коллег из отделов фондов, они ездили в Вологду, вот обучались. Также коллеги по этой программе приезжали к нам, и всех сотрудников музея мы обучили работать по этой программе. Это очень большой плюс. Вот спасибо огромное нашей и администрации округа, которая нам помогла вот в это приобретение и в обучении. Это очень современный такой подход уже. И за месяц мы практически, можно сказать, то, что не успевали мы к концу года сделать. У нас есть определенные учеты и музейных фондов, и карточек, и так далее, и так далее. И мы за месяц, в общем-то, справились 100% со всей этой задачей. Это очень большой плюс. Девочка у нас ездила на Всероссийскую Олимпиаду по школьному краеведению, и мы привезли, наверное, это второй раз. Первый раз был, когда я в школе работала. Лет пять назад первое-второе место было по России. И сейчас мы вот с коллегами, они молодцы, подключились и услышали. И вот эта задача, она, конечно, понятна. Девочка привезла второе место. И в дальнейшем, то есть планируется такая экспедиция в Арктику. То есть она именно в номинации «Моя Арктика» стала вот таким призером. Вот также победили в конкурсе, областной конкурс «Музейная инициатива». Мы предоставили такую окружную игру, такой проект у нас «Олененок». То есть в сентябре месяце для всех учащихся нашего округа школьников мы по знаниям истории нашего края будем организовывать вот такую игру. Она идет по принципу игры «Медвежонок», «Кенгуру», которая уже проходит не одно десятилетие в нашем округе. Она проходит по всей России, международные это игры, по математике, русскому языку, истории, английскому языку и так далее. Сейчас мы решили, что наша окружная игра тоже такая должна быть. Это в виде олимпиады, да, наверное? Это в виде такая олимпиада. У нас в одно время, в один день проходит во всех населенных пунктах, во всех школах одновременно. Идет она, рассылка идет вот этих заданий. То есть там у нас будут участвовать все отделы. У нас, если в этом году какие-то есть мебелейные даты, то, конечно, надо обращать педагогам на это внимание. И мы рассылаем задания там по трем возрастным категориям. Дети принимают участие. Ну и потом мы уже в музее подводим итоги и награждаем. И победителя, я хочу сказать, что у нас берем Всероссийскую олимпиаду по школьному крови не под свою опеку. И, в общем-то, победителя мы на эту олимпиаду будем готовить уже. Вот так. Ольга Сергеевна, ваш большой опыт работы с детьми пригодится, я думаю, в работе Нениского кровеческого музея. Еще я знаю, что вы выпустили 4 каталога, да, как раз в конце уходящего года. Вот расскажите, все-таки была большая работа проделана и для чего она нужна была? Ну, я хочу сказать, по издательской деятельности работа была проделана еще не в 2016 году, она была ранее, в 2014, в 2015 году эти были каталоги, издавались. Только их все никак не могли презентовать. И поэтому мы, в общем-то, когда я пришла в музей, естественно, что первое, что я сделала, прошла экскурсию в первый же день по музею, где что, какие идеи, какие проекты у людей, почему они по каким причинам не могли реализоваться, и какие есть такие некоторые маленькие проблемы, которые надо бы решить. Естественно, что все, что не решено, хотелось сразу же это решить, раз и навсегда. Поэтому первое, что, одно из первых таких моментов, это надо было презентовать то, что у нас не презентовано, потому что мы спохватились сразу же. Для меня престиж музея, это еще и участие нас в различных всероссийских каких-то музейных конкурсах, мероприятиях, форумах и так далее. Вот как раз в Мурманске проходила съезд музеев Северо-Запада. В Мурманске был юбилей определенный, и, конечно же, как не поучаствовать в таком мероприятии? Мы нашли спонсорские деньги, в общем-то, вышли на спонсоров, убедили, что-то надо и так далее. И чем ехать? Нужен какой-то видеоролик о нашем музее. Что показать, как мы можем музей наш показать? Опять-таки, задача номер два была, это срочно создать видеоролик. Очень уникальный. Мне понравился видеоролик. Нам помогли, опять-таки, из Памори телерадиокомпании. Помог Алексей, Александр Дуркин. И мы создали такой видеоролик. И, в общем-то, он сейчас у нас на сайте нашего музея есть. Его можно посмотреть и узнать. Все там, в принципе, все экспозиции, какие у нас есть, все в этом ролике. Сейчас мы работаем над вторым роликом уже о работе музея, его перспективах, планах, развитии, чем занимаемся, какие образовательные проекты и так далее. Вот как раз хотела о перспективах вас спросить. Что планируете сделать в этом году, в 2017? Ну, задач на самом деле очень много. Это первое тоже госзадание, которое нам дают, мы должны выполнить, как все музейщики, как все музейные работники. Это и заполнение карточки, это наше и сотрудничество с другими музеями в межмузейных выставочных проектах. В этом году, если в прошлом году у нас только одна-две были такие выставки, которые связаны с сотрудничеством с музеями, да, это по майским указам президента, то в этом году у нас будет таких шесть. И уже первую выставку мы открыли буквально вчера. Она посвящена... В прошлом году был юбилей Ильи Константиновича Вылка. Вот, в прошлом году, я так поняла, что не было средств у Краевического музея создать такую вот выставку. В этом году вот мы вчера как раз ее открыли, выставку. Она персональная выставка. Здесь привезено 36 картин из Архангельского музейного объединения. Вот. И, кроме этого, мы дополнили личными предметами Ильи Константиновича Вылка, те, которые у нас хранятся в фундах музея. В нашем музее только две картины Ильи Константиновича. 36 мы привезли из Архангельска. Понятно, что, в общем-то, вот такая у нас здесь. Помимо этого у нас будут и другие сотрудничества с музеями, будут выставки. Это будет из Саттнографического музея города Санкт-Петербурга. Это из Ямала будет пару таких интересных выставок совместных. Одно посвящено конвоям в Арктических морях. Это уже ко Дню Победы. Ближе у нас сотрудник в декабре. Мы буквально вот при нашем таком сотрудничестве совместном с Алихардом мы отправляли сотрудника отдела истории Сергея Александровича Митькина. Он выступал по нашему как раз затонувшему в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны в 1942 году комсомолец экипажу, к сервину парохода комсомолец. Посвящено вот с этой информацией, потому что тот проект, которым Карского моря касается, Салихард, это больше Карское море, это все-таки более узко не будет расширяться. Все арктические моря брать, в общем-то, под этот проект. И поэтому мы Карское море к нам приглашаем, а наше Баренцевое море мы туда ездили и рассказывали вот на этом как раз мероприятии. Коллеги, за прошлый год и сейчас я всегда их каким-то образом подталкиваю, прошу, чтобы они больше общались, сотрудничали и выдвигали совместные какие-то проекты, идеи. Поэтому это очень нам важно. Вот такие идеи. Идей, конечно, много. Это и опять-таки с нашими школьниками, с образовательными учреждениями тоже предвидится. У нас проекты будут в этом году две даты космические. Это 55 лет к полету экипажа Павла Поповича. У нас Оксана Попович приезжала на форум дружбы. Очень хорошее у нас тесное сотрудничество завелось. И вот в этом году мы хотим вместе с музеем, именно музейный такой проект, и с фондом имени Павла Поповича какой-то общий проект. Плюс Александр Иванович Лазуткин, который, конечно же, у нас уже трижды был в нашем округе. И опять-таки космическая корпорация готова с музеем именно создать какой-то общий проект. Потому что в этом году 60 лет первого космического спутника Земли. Ну и помимо этого, конечно, мы активно хотим участвовать в грантовой политике. Во-первых, у нас год экологии. В год экологии у нас мы планируем буквально... Сейчас у нас проходят совещания различные с администрацией, при поддержке большой администрации нашего округа, департамента образования и культуры. Мы с нашими нефтяниками, которые очень помогают в этом, мы хотели бы к концу хотя бы года, в сентябре, не знаю, получится или нет, в общем, каким-то образом образовать зал истории геологоразведки. Вот. Поэтому над этим у нас сейчас зал природы наш, отдел природы очень хорошо работает активно, подключаются все сотрудники. Мне очень нравится сплоченная командная работа, когда мы где-то кому-то чуть полегче становиться, но понимаем задачу музея, потому что мы работаем на имидж нашего музея, и хотели бы, чтобы наш музей, в общем-то, в российской ленте занимал достойное место. Вот. Ну и вторая такая вот у нас задача, это еще один такой интересный проект. Мы буквально через две недели проводим внутримузейный конкурс грантов и проектов, чтобы выделить те проекты, которые мы хотели бы отправить уже на президентский грант, грант Братбатанина, который по музеям есть. И привлекаем сюда и как раз общественные деятели наших округа. И второе вот такое бы хотели... Во-первых, наш музей находится в шаговой доступности от центра города нашего, столицы округа. И поэтому нам бы хотелось создать такую некую этнографическую площадку. То есть всю идею я говорить не хочу, но около музея хотелось бы и поставить и чум, и посмотреть, как эта культура, то есть чтобы гости, которые к нам приезжают, а я очень щепетильно отношусь к тем отзывам, которые они пишут. У нас есть и письма именно лично директоров конвертиков, потому что не каждый может открыто высказаться, что хочет. У нас это есть. И плюс просто книги отзывы, книга почетных гостей и так далее. И мы бы хотели, чтобы вот эти гости... Не всегда у людей есть время ехать далеко в центр отеческого туризма, но и особенно школьников вывозить. Это проблемы с транспортом и тому подобное. Но вот эти занятия на ненецком языке, в чуме, например, если бы мы установили около музея, это было бы очень здорово. Те же самые какие-то виды спортивные, ненецкие виды спорта, игры и так далее, тоже вот на этой площадке проводить. Мы бы хотели сразу подготовить, как это делается. У нас есть отдел этнографии, замечательная заведующая Лариса Прокопьевна, дочка не менее замечательного писателя. В этом году ему будет юбилей, также будет и выставка у нас организована. Поэтому вот это было бы хорошо. Поэтому в год экологии у нас вот мы хотим два таких момента. Как раз остальные идеи проекта я не хочу пока озвучивать, потому что это у нас конкурс впереди. Но вот эти такие две весомые мы бы хотели. Ольга Сергеевна, а какие-то будут интерактивные выставки для детей? Вот я помню, что был «Остров открытий» у вас, да, и очень интересная выставка, где можно было все потрогать, именно ребенку самому поучаствовать в этом, сделать какие-то открытия. Так будет еще? Потому что, насколько я помню, выставка пользовалась вообще огромным успехом. Ну, конечно, мы сейчас как раз вот над современным музеем. Что такое музей? Говорить можно много, да, но прежде всего музей начинается с фойе, с приемной. Как тебя принимать? И если ребенок пришел в музей, и его с улыбкой и радужно и душевно встретили, проводили, он всегда будет ходить в музей. Если это ему еще интересно пощупать, потрогать, а мы знаем, и память, я как педагог прекрасно знаю, как идет любовь и к музею, к истории, ко всему, именно через вот эти ощущения. Они у ребенка так и остаются, он так и хочет все эти экспонаты потрогать, да, но мы не разрешаем. Поэтому, конечно, мы над этим работаем. Работаем над новыми какими-то сенсорными киосками, может быть, какими-то еще интересными таким оборудованием, да, современным, инновационным. Вот, конечно же, мы будем, но это нужно финансирование. Поэтому мои коллеги прекрасно понимают, что в сегодняшней финансовой обстановке такое мы можем только через грантовую политику. У нас есть при музее две общественные организации сейчас, некоммерческие, через которые мы будем осуществлять эту деятельность. Это и друзья Заполярье дополнительного образования, и это общество краеведов. Кстати, в этом году мы как раз хотим сейчас, вот, работаем над тем, чтобы получить лицензию на дополнительное образование, на услуги дополнительного образования, чтобы все эти кружки, курсы, мы прекрасно видим, что сегодня это все идет на платной основе в округе, но это и правильно, потому что более внимательнее ты относишься к данному направлению. Но и хотелось бы все-таки история, культура, память, она должна, мы должны как по максимуму сделать доступным, буду так говорить, для всех школьников и населения. Но опять-таки в этом мы должны принимать совместное участие, поэтому мы организуем и попечительский совет при музее, и общественный совет сейчас работает у нас, социальную группу мы организовали, музеи, которые и над нашими какими-то сувенирной продукцией, именно нашего округа Ненецка. Потому что что такое Ненецкий краеведческий музей? Это визитная карточка округа, всей истории, культуры. Это не мое личное или наше личное у коллег какое-то учреждение. Мы работаем на округ, на его историю. Мы популяризируем историю нашего края. Поэтому создавать какую-то определенную и продукцию, это тоже в наших обязательствах. Мы хотим, чтобы это было интересно, не повторялось, как в других музеях и других регионах, чтобы это не были постоянно вот эти магнитики, значки, и то, и то. Это было такое, что вот нигде нет, ты привезешь, но это будет вот именно в Ненецком автономном округе куплено. Поэтому мы вот таким образом хотим работать. Уже есть идеи, да? Есть идеи, у нас работают коллеги, не буду пока подсказывать. Потому что хочу только сказать, что 1 августа у нас День оленей, мы празднуем обычно, да, в первый день августа. Так вот к этому Дню оленей у нас и вот эта игра олененок, и будет выставка продажи, где наши мастера, все связанное с оленем, и картины, и, может, какие-то сувениры, и все, что может, привлечем и наши учреждения окружные, которые из мяса оленя что-то готовят, и какие-то наши стойбища оленей, которые покатают тут же. Я хочу сказать, что в нашем округе, Ненецком автономном округе, работать можно и нужно, именно сотрудничая друг с другом. Нам помогают очень много партнеров. Мы уже даже установили такую определенную ленту наших партнеров, где мы работаем совместно, даже без финансовых каких-либо затрат, то есть взаиморасчетом. Так и нужно делать. То есть если мы будем вместе как-то сотрудничать, то мы можем очень великие дела сделать. И нам это удается. Нам помогает и авиапредприятие, которое передали нам в этом году. Мы совместно организовали и конкурс для детей, и ребятишек, посвященный юбилею авиапредприятия было. И детишек покатали на вертолете над городом. Тоже своего рода краевический такой момент, да, история города, округа и так далее. Вот. Они нам еще в свою очередь передали две картины свешников, которые у них висели. И когда мы увидели, то, конечно, мы были очень этому рады. У нас в прошлом году наконец-то 10 лет находился бубен, каплевидный такой бубен. Он у нас был на реставрации в Москве. И опять-таки при таком тесном сотрудничестве мы возвратили наконец наш бубен на место за 10 лет. И нам на бесплатной основе взяли еще два бубна на реставрацию, уже на бесплатной основе. Помогли нам администрация округа, который как раз перевезли и отдали. Потому что везде транспортные услуги, это деньги. И когда вот нам помогают, вот такая идет, это очень здорово. Мы сотрудничаем с конным клубом, с нашей Фортуной, молодцы. Они помогают на какие-то для детей вот эти экскурсии даже вот на лошадках по городу и так далее. Были такие перед Новым годом. Это очень здорово. И первое рекламное агентство, и Красный город туристический. Потому что нам очень важно знать отзывы туристов, гостей, что нам не хватает в музее, что надо. Мы это очень внимательно, критику всю воспринимаем. И, конечно же, стараемся что-то воплотить, потому что мы понимаем, что мы отвечаем за, именно за историю нашего округа перед всеми жителями. Мария Сергеевна, вы сказали, что получаете отзывы, да? Скажите, пожалуйста, отзывы какого характера? Ну, пока только благодарность. То есть мне буквально, я когда к вам шла, мне сейчас позвонили со школы девочки и говорили, Ольга Сергеевна, вы наше письмо получили? Я говорю, ну да, вчера буквально вот эту крышечку открывала, смотрела в конвертиках. Но там пока только благодарность, пока только хорошие отзывы. Это спасибо большое моим коллегам, которые вот работают и стараются. Стараются, чтобы все было хорошо. Ольга Сергеевна, спасибо вам тоже за интересное интервью. Вам желаю таких же больших культурных успехов. Это была программа «Актуальная интервью». Сегодня мы говорили о лучших проектах в работе Ниньского краеведческого музея.